Привет, друзья! Всегда хотел сделать демонстрационную версию того, как я провожу редактуру. Но не хотелось, чтобы это было скучно и сыро, так как это, собственно, всегда и есть. Ведь редактура — это мало интересного. Но тем не менее, это видео сейчас, которое идёт на фоне, ускорено. В оригинале его запись длится 39 минут и 49 секунд. Это многовато, чтобы показывать в реал тайме. Но это всего лишь один гитарный дабл-трек. И я уже не говорю о редактуре интригирования барабанов, редактуре баса, вокала по ритму, синхронизации дублей вокала с основным тейком, а также я не говорю о тюне вокала, что, по сути, чуть-чуть другой процесс и является уже коррекцией нот исполнения. Редактура трека в целом очень скучный, но крайне полезный процесс. И я бы хотел снять видео о редактуре целого трека, но, боюсь, оно будет просто несмотребельно, потому что вся редактура одного трека занимает примерно до 8 часов времени, и большую часть — это всего лишь разрезание и двигание дорожек на свои места. Но несмотря на всю занудность всего процесса, редактура — это то, что отделяет мальчиков от мужчин. Хе-хе-хе, шутка. На самом деле редактура помогает просто сделать хорошее исполнение идеальным, а среднее — хорошим. А плохое, не знаю, с плохим лучше дело не иметь. Она, редактура, очень ощутимо повышает качество музыкальных треков, но занимает очень много времени и нервов. И да, парни, редактура не есть панацеи, и ей нельзя вытянуть ужасное исполнение. Музыканты иногда переоценивают этот процесс, не понимая, что она служит только для того, чтобы сделать хорошее исполнение практически великолепным. Помните, что исходники — всему голова. Любой хороший салат всегда состоит только из хороших ингредиентов. И качество цепи, любой цепи, будь это металлическая или цепь обработки сигнала, всегда определяется качеством самого слабого звена. Потому исходники точно не должны быть самым слабым звеном. Если исходники слабые, то весь трек уже никогда не будет сильным. Есть, конечно, всяческие хитрости, но вот так это работает. Если у вас хороший микрофон, но предусилитель очень плохой, то ваш микрофон будет шуметь, несмотря ни на что. Какой бы крутой микрофон ни был, он ограничен качеством усилителя. Вот это как пример, очень хороший. Потому ваше качество всегда ограничено самым его некачественным элементом. Также хотелось бы сказать, что каким бы крутым ни был музыкант, чуток редактуры никому не помешает. Практически никто не может петь или играть идеально. Никто. И это нормально. К идеалу нужно, конечно, стремиться, и нужно постоянно над этим работать. Но если уж к нему не получается дойти совсем чуть-чуть, редактура будет очень полезной. Не нужно её стесняться или бояться. Но и рассчитывать на неё тоже не стоит. Потому удачи вам в творчестве, совершенствуйтесь, и всё у вас будет круто. Я обещаю. Субтитры создавал DimaTorzok